Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы продолжаем обозревать моды к Скайриму. Собственно давно уже не выходили серии и я уже рассказывал про один хардкорный мод под названием Frostfall. Я рассказал как его установить, как начать играть и основные так сказать его характеристики. Сегодня я вам хотел бы рассказать про еще один хардкорный мод, но помельче. Собственно их тут даже два. Для его установки вам понадобится само собой разумеется SkyWay и SKSE расширитель скриптов. Собственно Deadly Dragons дорогие друзья. Этот мод увеличивает силу дракона. И как вы видите присущим уровне сложности. Ставим сразу же на эксперта. Как вы видите характеристики их возрастают очень и очень недурно. Теперь этих тварей будет не так просто убить, как я это делал поранее. Но... Да ладно. Что ж собственно давайте настроим и вот даже попробуем на ванильной сложности кого-нибудь у Кокоши. Да? Собственно по нулям. И я думаю к ближайшему дракону, где бы он ни был. Вот здесь я думаю если он есть. Сидит. Сидит сука. Ну ладно. Давайте. Сейваться. Ну и посмотрим как ты умрешь на ваниле. Спусти сюда. Ну ты говно. Говно жопа. Ты че меня игнорируешь, сволочь? Ты че меня игнорируешь? Ты меня не игнорируй, мудила. Мимо. У меня такое сопротивление магии, что тебя даже меня не пробить. Пока что. Спускайся оттуда. Не хочу я применять. По тебе. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Очень смешно. Ладно не хочешь по-хорошему. Давай как обычно че. К сожалению сейчас я не смогу по нему применить то, что я хочу применить. Да я мая. Как вы видите его магия даже меня не дамажит собственно. Давай спускайся, Егорышко. Господи. Все, короче. Я постою здесь. Пока ты надумаешь спуститься. А вот и ты. Вот это собственно ванильная сложность. Как вы видите два удара по-моему, да? Ой, 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 ой. Что у тебя с текстурами, дракон? Ты... Ты вообще должен был выглядеть немножко по-другому. Да, но не на проково. Собственно грузимся. И попробуем немножко другие настройки. Дэдли Дрэгонс. Видите, удобная довольно-таки менюшка. И попробуем тебя прищучить на эксперте. Не думаю, что это будет... А-ля просто. Ну ладно. Сразу же выставим драконобой. А то не хочу я с тобой возиться. Спускайся, мразота. Мимо. Кто ты улетел-то? Сюда иди. Сюда подошел. Трус! Вернись! Вернись, трус! О, как вы видите, его атаки теперь начали сносить нездоровье. Мое сопротивление магии уже работает не так хорошо, как должно было. И он стал явно умнее. Оба-на! Теперь приходится немножко думать. Хотя нет. Ты умер так же быстро. И на этот раз твои текстуры выглядят по-нормальному. Я еще установил HD драконов. Не знаю, не знаю, не знаю. Вроде не особо он HD стал. Ну, покрасивее я. Давайте попробуем на максимальном уровне сложности. Ну, по крайней мере, чтобы вы понимали. У меня сейчас стоят на кольцах плюс 23 сопротивления магии. То есть 46% сверху плюс максимальное восстановление. Там еще я не помню. Сопротивление магии она тоже там нормально дает. И вот они уже начали сносить мне здоровье. Это печально. Но давайте пробовать еще выше уровень сложности. Собственно, последний уровень сложности. Безумие! Да? Нихера себе безумие. Тут также, как вы видите, есть настройки. Мы можем обменивать души драконов на очки умений. Ну, это такое. Это дополнительные бонусы. Также мы можем настраивать атаки. То есть, типа атаки. Как один дракон, как два дракона, как три. Ебать! Короче, вот так вот как-то. И я думаю, надо уже думать перед тем, как что-то делать. Потому что чувствую, развалит он меня. Ставим драконобой. И тебя надо оттуда снять. Хотя я думаю, ты и так сакричься. Давай, йоло! Че, не сакричься? Ладно. Дело твое. Ой. Надо же, спустился. Все. Стратегия поменялась. Иди сюда. Не-не-не-не-не-не. Но-но-но-но-но-но. Почему ты умер? Ты ж, блядь, на безумии, чувак. Какой у меня уровень сложности? Игра. Адепт. Ладно. Давай, тот же уровень сложности. И плюс... Эмм... Безумие. Ребятки, я не знаю, в чем проблема. На самом деле, драконы, по идее, должны стать... Ну, пиздец, какими сильными. Ну, вы поняли, да? Не знаю, о чем я. Тут их характеристики пиздец, как поднимаются. 150% они станут лучше. Давай на 200%. Ты станешь лучше. Почему бы и нет? Броня плюс 500. Но 500 это не особо много. Ну, ладно, оставим тебе 500. 600%. Сопротивление магии, да нахер оно тебе надо? Магический урон 150%. Ай, 200%. Я знаю. И все, наверное. На ближний бой еще. Тоже, две сотни процентов. Вот так вот, наверное, на безумии. Ты же, ты же дракон. Ты же должен мочь. Собственно, игра, пожалуйста, поставь ко мне эксперта, мастера или легенду. Давай-ка мне мастера. Надумай, на мастере он меня разъебет во счетах. Ну, че? Попробуем? В этой битве сойдется человек и дракон. Давай, спускайся. Спускайся, мать твоя. Пошел, пошел, пошел. А как же. Падай. Да, против моего вихря ни один дракон ни на любом уровне сложности не выйдет. Жалко вас. Я, собственно, понял, почему они такие ватные. Посмотрите на зачарование моих замечательных мечей. Посмотрите на урон ихний. Собственно, я думаю, вихрь плюс критический удар. А критический удар с вероятностью где-то процентов, наверное, 250 дает, собственно, срабатывание эффекта на оружие. И они умирают с одного удара. Надо искать что-то посильнее, я думаю, на таком-то уровне сложности. Да нища ты, кровавый дракон. Ну, может, хоть ты что-то можешь, а? Ты, по идее, легендарный дракон. Выходи на равный бой, сучка. В угловый пик. Должен быть опасным, как и сама смерть. Легендарный дракон. Ну что, вперед. Нихуя себе. Это было критическое попадание, да? Демон ты ебучий. Где ты? Ой, блядь, я застрял. Не попал. Где ты, мразь? Ага. Спускайся. Я хочу проверить на тебе вихрь. Ты ведь легендарный. Тебя убить должно быть почти невозможно. Ебать, у тебя хп мало слетает. Как же ты быстро освобождаешься-то от чара. Ох ты. И сжирает знатно. Нет, чувак. Мне тебя не победить, походу. Все, собственно, дорогие друзья. Вот я думаю, вы заметили, насколько сложно сражаться с этими ублюдками. Он, сука, он летает. Он летает. Он летает под эффектом драконобоя. Охуеть. Я думаю, если его победить, это ж... Вообще победа должна быть. По идее. Но... Подожди. Не спеши. Я не понял. Я что, не отхилиюсь под идеальным телем? А-а-а. А-а-а. Судьба твоя судьбинушка. Легендарный дракон. Пасть от моего клинка. Хорошо, что сработал эффект. Матерь божья, какие же вы сильные. Если бы не сработал эффект, я бы его убивал очень и очень долго. Это просто жесть. Но я думаю, вы уже поняли, насколько сильными стали драконы. Вон, моя вся броня. Крова, блин. Ей панамань. А еще это легендарный. Он применяет кучу различных спеллов, которые, ну... Как вы видели, на моем хп отражаются очень и очень болезненно. Че тут такое? Ни херня. Ты врешь. Нет тут ничего. И хотелось бы вам показать еще одну часть этого замечательного мода. Его можно считать отдельным, но все-таки... Смертельная фауна. Или более смертоносные животные. Он тоже имеет настройки в MSM меню. Deadly Monsters, как вы видите. Монстры. Тут можно настроить им. Тут нет такого выбора сложностей, чтобы сразу раскидало. Тут можно монстрам, гуманоидам, нежити и зверям понакидывать какие-то определенные бонусы. Да? И, соответственно, как с... Смертоносными драконами Может получиться вот нечто такое безумное. Господи, блядь Иисусе, который разорвет вам жопу. Потому что... Не восприимчивы к магическим эффектам и ошеломлениям. В ближнем бою успеть здесь уже... Ни хера. Нет, вот это надо отключить, потому что когда они ловят мой крит, они должны ошеломляться. Включить дополнительные способности для ванильных драконов. Да, почему нет? Пускай. Сбивание с ног при приземлении дракона. Ха, это круто на самом деле. Можно даже поставить, что... Поведение в бою их будет либо по умолчанию, либо без приземления вообще в принципе. То есть это им выгодно, кстати, вообще летать без приземления, чтобы на них не действовало мои крики. Или крики будут действовать, и они будут приземляться только поэтому. В это время полета будет снижено. Потому что я все-таки ближненький, я хочу, чтобы для меня все было хорошо, а не для них. Мать их, так. И, собственно, попробуем еще одного дракона, а потом пойдем на животных. Легендарные утренние сложности. Япона, мать. Ох, я знаю. Я знаю, что легендарный дракон это было непросто, но, собственно, ничего не поделаешь. Давайте посмотрим, где тут еще могут быть драконы. Куда я не так часто хожу. Ход древних, скорее всего, там. Интересно, тут остался дракончик? Дракончик! Дракончик! Эй! Ебать, тоже легенда. Сколько уровень сложности для тебя я снизил? А, блядь, пошли повоюем, ебона мать! Ты кто? Вообще, ты кто? Давай, давай, давай! Давай, сука! А, ты старейший, ты еще хуже. Как видите, уровень сложности игры и уровень сложности именно драконов, они разнятся кардинально. Потому что старейший, по идее, должен быть чуть-чуть слабее легендарного. Но, тем не менее, я вам подошел, отвесил ему люлину и он подел. Собственно, я всего лишь изменил сложность самых драконов. Просто поставил на эксперта. Теперь попробуем его мочкануть на безумие. Вот, собственно, ход древних. Легендарный уровень сложности. И в Deadly Dragons стоит безумие. Я ля просто, вообще, в принципе, не понимаю, что это будет. Но, скорее всего, это будет крайне-крайне больно. Спускайся, драко, повеселимся. Ну да, как вы поняли, это уже не тот дракон. Совсем не тот. Ни хера себе, по нём вообще криты что-то не проходят. Я знаю, что я стою на стене мороза. Не-не-не, ты спускаешься. Ты спускаешься. Охереть, ты плотный. Ну вот, как вы видите сами. Deadly Dragons стали реально дедли. Японо-мать. Вам была предыдущая демонстрация на легендарном уровне сложности игры. При этом на эксперте Deadly Dragons. Теперь я прошёл на безумие. И на легенде... Легендарный? Не, не легендарный. Это старейший дракон. Вот, я себе просто, в принципе, не представляю, что со мной сделает легендарный дракон на этих же сложностях, с учётом тех спелов, которыми он обладает. И с тем запасом хп. Это просто ужасает, на самом деле, дорогие друзья. Вот такие вот Deadly Dragons теперь у нас завелись в Скайриме. Я, пожалуй, оставлю. Только настройки сделаю по-божески. Потому что, ну блин. Если меня будет выносить любой дракон, то это будет печально. Я люблю, конечно, в некоторые моменты хардкор, потому что убивать дракона за два удара это не очень. Но когда дракона разбирают три бандита, спокойно причём, не особо напрягаясь, или кучка стражников, то это... Ну, блять, это не драконы. Чё мы пришли тогда в этот мир? Во имя Довакина? Господи, блять, Иисусе, ладно, давайте-ка пойдём ещё в тренировочную комнату и посмотрим, что можно сделать с животными, соответственно. Потому что вот вторая часть этого дополнения, которую я советую ставить, потому что животные тоже крайне слабы на уже высоких уровнях сложностях игры. Ну, я не знаю, как они будут сочетаться. Ну, то есть, они будут классно сочетаться, это без проблем. Как они будут играться, собственно, в начале игры. Потому что есть такие моды, про которые я ещё не упоминал, это типа Скайре, которые переделают полностью весь баланс игры, переделают полностью классы брони, переделают полностью весь урон оружия, энчанты и прочее, 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 прочее. Про Скайре можно говорить очень и очень долго, намного дольше, чем про этот мод и Фростфол вместе взятые, потому что он затрагивает почти все аспекты игры, если не все. Собственно, этакий хардкорный мод Скайре тоже можно отнести вместе с Фростфолом к хардкорным модам. Если есть какие-то вопросы по Deadly Dragon, задавайте их в комментариях, а теперь давайте-ка найдём животных и посмотрим, что с ними можно сделать. Вот, собственно, тренировочная комната, в любезно предоставленная компанией Bethesda. Так, что у нас тут есть? Порождение пепла, медведь-уборотень. Эти... Медведя. А тут у нас кто? Первоискатель. Не стоило сюда приходить. Бля, упокойся. Э, нич. Давай, нич-самец. Ебать, ты ещё дерзкий такой. Ты как дверь открыл, мудила. Ебаная. Вернись обратно. Посмотрите, чем они занимаются. Ну, блюшные. Так, оборотней больше не призываем. Они пиздят друг друга. Орки. Босса давай, босса! Ирия Клинган на кабане. Давай, давай! Призрачный дракон. No, thank you. Ледяной великан. Туда. В общую кучу. Давай посмотрим, кто победит. Не, я бы мог зайти навалять. Зачем? Короче, они не справляются. Ага, нич победил. По итогам, да? Давайте теперь вкрутим им немножко силы. При помощи, вот, собственно, настроек МСМ. Монстры. Это монстры всё. Здоровье. Ладно, ладно. На 100% всего лишь. Ладно, на 170. Пускай бы. Магию, ну да. Запас сил тоже туда же, я думаю. Брони. Ну, вкрутим тебе побольше. Ближний бой. На 130%. Магический бой. Где-то тоже в районе 150. Сопротивление магии. Ну, держите на 30%. Чё бы не, да? Монстры. Я думаю, это всё. Это всё монстры. Ну, и ещё зверей давайте подкрутим. Магия тоже побольше, побольше всего. Броня, ну, пускай брони будет. 150 в ближний бой. 170 в дальний бой. Сопротивление магии тоже 30%. Знаете, вызовем сразу ледяного великана. Парень. Ты вообще не очень. А нет, ты. Неплох. Действительно неплох. Кто у нас здесь живёт-то? Реклинг на кабане. О! Силен. Но по одиночке вы, к сожалению, ничтожество. То ещё. Центурион босс. Дерись со мной. Пардон, я его убил. Нечаянно. Сейчас верну, всё как было. Я его нечаянно убил просто. Нет. Говно говном. Ладно. Нечт. 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 Давай будешь нечт. Самец. Который всё выдержал. Да, блядь. Против меня ты не очень. Почему бы это? Да. Медведь в обороте. Не надо. Не надо. Искать. Деритесь. Деритесь. А! А! Это даже не смешно. Понимаете? Животные что-то вообще, вообще не это самое. Не котируются. Хотя, настройки, игра. Легендарная у меня сложность. Что с говном? Ребят. Вы не должны быть такими слабыми. Редяной великан. Ещё один. Реклинг. Кабан. И... Центурион. Босс. Два штуки. Редяной великан. смерть ой центуриона спиздячили а ледяным великаном вообще по боку мы сейчас запиздячат благополучно центуриона но я вам помог давай иди сюда ты еще убей меня ублюдочный они стали посильнее однозначно у меня вся спина в крови причем я надеюсь что не в моей хотя скорее всего в моей сволочи скоты мрази вообще медведь оборотень какого хрена напал на меня с дуличным мечом я не знаю я не знаю это тайна тайна покрытая пепелом но было весело собственно животные по прежнему не представляют особой угрозы ну разве что это не великаны потому что была такая тенденция что до определенного уровня или до накопления определенной брони собственно великаны вам уже не представляют вообще в принципе никакой угрозы как и все остальные животные кроме драконов и особо опасных драугеров ну собственно вот как вы видите мы сегодня посмотрели можно сказать три мода первый из них это был deadly dragons который увеличивает силу драконов делает их более могучими и страшными а в комбинации собственно с настройками сложности самой игры если вы играете в legendary edition плюс там есть после не помню мастера или эксперта уровня сложности сейчас вам даже и скажу да после уровня мастер уровень сложности игры у вас появляется еще легендарный то есть дополнительная сложность игры также вы можете в настройках модов deadly dragons а включить еще свой адский режим типа безумие а даже если вам этого мало то вот здесь вот в характеристиках вы можете выкрутить что они будут в тысячу раз просто сильнее а в ближнем бою в дальнем бою брони у них будет всех на тысячу больше и сопротивление магии 95% и они вообще все будут такие охуенные типа вот и вы этого дракона не убьете в принципе никогда ну может быть убьете причем я очень 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 сомневаюсь потому что пиздец каким надо быть на самом деле персонажем это должно быть херова туча хп херова туча урона с руки причем я такого я такого даже не видел не встречал мой персонаж в принципе можно считать его топовым потому что у него лучшее зачарование в игре там еще можно подхимичить конечно немножечко ну это лучшее зачарование лучшая заточка в игре плюс я использую довольно хорошее оружие наверное не лучшее можно найти наверное по домашней ну то есть собственно в модах потому что эти эти катаны собственно и дооперический такой меч в правую руку он добавлен с модом плюс я ношу легкую броню для скорости моего вихря с двух рук и собственно тут нормальный показатель брони и хорошее зачарование как вы видите и на одноручное оружие везде и на скрытность и на атаки вдвое больше скрытные ну то есть все 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 должно решаться одним собственно ударом и при этом собственно у них есть шансы меня убить без проблем я думаю если чуть чуть натупить с теми же драконами или если они меня застанут врасплох у них есть все шансы мне накидать причем я думаю без проблем без особых по крайней мере что что это такое иди нахер отсюда вот первый мод это Deadly Dragons второй это Deadly Monsters соответственно и я еще ставил там HD драконы я не знаю было ли это заметно собственно давайте поставим на эксперта что ли чтобы они были посильнее но при этом не очень такие дерзкие прям как на безумии вот так вот атаки тут я не менял руководство фастфола монстров монстры вы и так не очень в принципе ну и ладно вернем вас на ванилу как видите тут огромное количество показателей которые вы можете докрутить без особых каких то проблем вы можете настроить сложность под себя я не заметил я потом пересмотрю были ли какие то изменения по поводу HD дракона может просто мод не активировался хотя когда я первый раз к дракону пришел у него вообще текстур как бы особо не было поэтому не знаю ну вроде стали почетче почетче пояснее покрасивее вот такие вот моды мы сегодня с вами посмотрели Deadly Dragons Deadly Monsters и HD Dragons вот такие вот собственно моды повторюсь они являются такой негласной сборкой по хардкору одной из ее частей по крайней мере еще есть один замечательный мод Skyrek глобальный который повторюсь уже меняет полностью все меняет и раскладку брони и урон оружия все 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 перки там перераспределяет каким то магическим образом короче баланс меняет полностью мод очень крутой советуется очень многими людьми пишите пожалуйста в комментариях стоит ли сделать на него обзор но это скорее всего даже не на одну серию потому что он очень большой и для того чтобы его всего осознать собственно советуется ставить соответственно SKSE SKRE Frostfall дополнение официальное а потом что еще то всего не помню к сожалению SKW говорил вот Deadly Dragons Deadly Monsters и и и и и и наверное я что-то забыл ну и хер бы с ним собственно такая внегласная сборка на хардкорность если вам наскучило играть в ванильный Skyrim который стал очень легким можете попробовать пожалуйста оставляйте свои комментарии по поводу того что вам понравилось собственно оставляйте свои вопросы если таковые имеются и пишите свое мнение стоит ли писать обзор на Skyrim потому что для этого придется начать игру заново чтобы осознать все масштабы изменений всем спасибо дорогие друзья с вами был марс до новых видео и всем пока увидимся в следующих роликах